И ёвчика, ребята, всем привет! Наконец-то выходит долгожданная серия Големов. Я знаю, вы очень ждали, но простите, что так задержался. Надеюсь, в следующий раз будет серия быстрее, и вы как можно больше проявите свою активность. Комментариями, лайками и так далее, и так далее. А также, если хотите знать все новости по поводу Големов, подписывайтесь на Телеграм, не пожалеете. Приятного просмотра, ставьте лайки. Уважаемые жители пещеры Големов, для вас хорошие новости! Свечка перестанет сходить с ума и просить всех добыть ей воск! Ура, ура, ура! Ура, ну наконец-то! Так как мы потратили чуть ли не целую неделю на создание нового Голема, которому подвластны пчелы, знакомьтесь, это Бжик. Я придумал ему имя, только что, все потому, что он только и делает, что жужжит. Да, а можно я заберу его к себе? Он будет видеть в моем уголке со своими пчелками и производить мне воск, которым я буду облепливаться. Свечка, в последнее время ты стал помешанным на своих страхах. Это уже рабство, Свечка! Ты его к себе не потащишь. Кстати, полка, ты же сейчас не занят, позови своих подчиненных и займись стройкой. Мы ведь собирались сделать свой уголок каждому. Надо будет сделать комнаты, Бжику и тем более бензопиле. А то он у нас уже давно, а своей комнаты у него до сих пор нет. Биба, Боба, за работу, хватит прохлаждаться. Вам удачи, а я пока что еще сбегаю к себе в комнату, там тоже у меня есть делишки. Биби, 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 Биби. Значит, побольше зеленого. А может еще чем-то разбавить? Биби, Биби, Биби. Биби, Биби, Биби. Так, цветы, это уже компостница поможет. Ули тебе смастерю, терчажи у меня есть. А я могу чем-то помочь? У меня муха много в моей комнатке. Биби, 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 Биби. Думаешь, он все испортит? Ну ладно. Ох, 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 надеюсь из полки выйдет хороший архитектор. Ух, медный, еле догнал. Что думаешь по поводу новых механизмов? Я уже столько бегаю, мне все никто не даст новые работенки. У меня уже поршни забились от бездействия. Точно, а как там дела с лифтом? Ты вроде им занимался. Заниматься-то занимался. Только вот ресурсов совсем не хватает. Все были заняты с этим големом-ульем. И некому было идти со мной в шахту. А один я буду очень долго это все добывать. Да я понимаю. Бочка, а может ты поможешь рычажку? Ну конечно. Как принеси, так сразу бочка. А как со свечкой, так все сразу к нему. Обо мне бы хоть раз вспомнили. А для свечки вон целого голема создали. Из-за его паранойи. Уверен, даже не все големы помнят, что я существую. Все принеси да подай. Воспринимает как должно. Оу, сундучок. Ладно, помогу я. Прости, но мне даже не с кем поговорить. Потом вот так вот вываливает сразу все. Всегда все заняты. Ух, хотя бы ходят туда-сюда. Я тут дни напролет сижу на сундуки сортирую. Извини, но порой мне действительно трудно за этим следить. Вас каждым днем все больше и больше. Каждому хочется внимания, и я всего один. Хотелось бы мне раздвоиться, чтоб никого из вас не обделять. Но помимо этого я стараюсь сделать нашу жизнь здесь более комфортнее и безопаснее. Эх, я ведь сам взял на себя эту ответственность, пользуясь знаниями первых друзей. Эх, я понимаю. Ты так много для нас делаешь. Сундучок, не унывай. Вместе работа идет быстрее и веселее. Вот и поговорить сможем. Это верно. Идем. Сундучок, ты не зацикливайся только на работе. Тебя ведь не держат заперти. Иногда тоже выходи отдохнуть, пообщаться с ребятами. Да, думаю, ты прав. Галимов стало так много, что я совсем перестал успевать с ними общаться. Сложно одновременно быть и руководителем, и, не знаю, даже наставником. Ах, совсем ни на что времени не хватает. Может, пройтись и хотя бы проведать кого-то. Каждого из ребят. Хм. Да и пещеру уже давно пора привести в порядок. Снова что ли всех собрать в центре? Думаю, да. Интересно, у нас был колокол? Кажется, нет. Надо будет сделать. Пригодится. Эй, ребят, ребята, подойдите все к центру опять. Это ненадолго. Да что там случилось? Иду. Думаю, вы помните, что мы часто обсуждали улучшение нашей пещеры. Мне кажется, это время пришло. Поэтому я предлагаю в ближайшее время всем заняться стройкой. Все будут заняты общим делом. Будем помогать друг другу. Думаю, будет логично. Полку поставить главным за все это дело. Вот-вот, давно пора. Рычажок, бочка, вы вроде в сторону шахта шли. Давайте-давайте, ресурсов надо будет много. А компостенция с пилой? Пусть идут, еще дерево добудут. Идем, рычажок. Но, но у меня там уже урожай созрел. Его собрать надо, пока не испортился. Да что с ним случится за пару часов? К тому же мы все равно помянемся только тыквами. А всякая пшеница и морковь просто лежат на дуках. Ну, ну и ладно. Пойду я за этим вашим деревом. Схватят меня разбойники. Сломают и не будет у вас больше ни дерева, ни новых големов. Полка! Ну не надо так с ним. Возможно, действительно нам эти растения не очень полезны, но он был создан для этого. Долгое время для него смыслом существования были только лишь грядки. Да и к тому же, если бы не компостница, никого бы сейчас тут не было. Ведь именно компостница с еще одним големом меня создали. Да, ты об этом не рассказывал. Но если компостница здесь, то где второй голем? Там достаточно грустная история. Он пожертвовал собой, чтобы защитить нас. О, действительно грустно. Ладно, я извинись перед компостницей, когда они вернутся. А сейчас всем за работу! Как же ему все это нравится. Ладно, постараюсь тоже чем-то помочь. Мне кажется, это будет круто. О, действительно, выглядит хорошо. Я попробую. Мы добыли множество ресурсов. А пока я пойду улучшать свой домик. А я пойду заберу бревна. О, подожди, я с тобой. Вот бревна. Думаю, что этого должно хватить. Отлично. Пойду отнесу ребятам. Компостница, я хотел попросить прощения за то, что был резок. Ой, да ладно. С кем не бывает. Но мне приятно, что ты извинился. Эй, вы что делаете? Надо бы проведать ребят. Как у них там дела. Да что ты себе позволяешь? Возомнил себя тут самым главным, потому что якобы самый умный. Я тебе сказал, не приближайся к моему дому с этими своими гномами. Ты только что извинился и уже решил стола мне насолить. Как ты не понимаешь, твой дом тут выделяется больше всего. И очень выбивает из моего концепта пещеры. Да тебе же самому неудобно постоянно подниматься там. Его надо свести и перестроить. Так-так-так-так-так, подождите, что тут уже успело произойти? Медный, он хочет снести мой дом. И построить новый. Но я не хочу, мне мой домик нравится. Я сам его строил. И он именно такой, какой мне надо. Подождите, ну неужели нельзя найти компромисс? Почему бы вам, например, ну... О, знаю. Оставьте дом как есть и просто... Украсьте его снаружи, чтобы он не так выбивался. Я надеюсь, это всех устроит. Ну так ведь? Хм, а ведь звучит неплохо. Ладно. На это я могу пойти. Ну вот и отлично. А я пока пойду в шахту. Ох, надеюсь, пока я ушел, они не перессорятся между собой снова. Вроде мы и достаточно дружные. Но иногда кто-то оказывается слишком настойчивым. Вот даже Полка, к примеру. Да, ему дело, и он уйдет в него с головой. Но, например, та же Компостница просто хочет медленной, размеренной жизни. Все ребята такие разные, поэтому иногда не могут договориться. С другой стороны, это очень круто. Ведь можно смотреть на разные ситуации с разных ракурсов. Это куда интереснее, чем если бы мы все мыслили одинаково. Но все-таки, надеюсь, они обойдутся без конфликтов, пока я не вернусь. Все же сейчас их разнимать некому. Так, еще вот здесь можно покопаться лишним, точно не будет. О, руда, добываем. Так, ну еще немного, и можно будет потихоньку возвращаться. Ну, думаю, пока этого хватит. Если что, скажу еще раз, уже не один. О, что это было? Надеюсь, с ребятами все в порядке, и это не какие-нибудь разбойники. Что произошло? Все в порядке? Я тут хотел одну штучку сделать, но из-за воды все перекоротило. Осторожней в следующий раз, пожалуйста. Но вы в порядке? Я-то вот рычажка немного задела, но вроде ничего серьезного. Хорошо. Только вот что теперь делать с этой дыркой? А пусть компостница придет и засадит тут шумком, будет красивое маленькое озерце. Ну, а звучит неплохо. Тогда, думаю, я сбегаю за ним. Компостница! А, что такое? Вы меня звали? Да. Слушай, у нас тут маленький инцидент случился, не мог бы ты помочь? Мог бы, только вот что делать-то нужно. И что это за дырень тут? Вот как раз в этой дырке и проблема. Рычажок хотел тут что-то сделать, но вода пролилась прямо на механизм, и... Ну, ты сам видишь. Воу. Никто не пострадал. Выглядит небезопасно. Мы в порядке. А вот с ямой надо что-то делать. Уж очень оно выделяется. Вот-вот. Компостница, ты сможешь тут все засадить мхом, чтобы получилось такое маленькое уютное озерце? Ну, я, конечно, не мховый голем, но вроде мои удобрения хорошо влияют и на мох тоже. Так что, я попробую. Ну, хорошо. Значит, с одной проблемой разобрались. Главное, чтобы не возникло новых. Кстати, Компостница, что это за стекло под твоим домиком? А это как раз рычажок сделал. Иногда, когда сильно спешишь, то сваливаешься с этой лестницы, а теперь никто не упадет. Как бы сильно он этого не хотел. Правда здорово? Оу, действительно круто. Ты большой молодец, рычажок. Иногда делаешь достаточно простые, но очень нужные вещи. В этом ведь и заключается моя работа. Упрощать жизнь своим друзьям. Ну, хорошо, тогда я пойду. А вы будьте осторожнее. Хорошо. Мы будем аккуратны. Тогда сейчас все начнется. Великая стройка! Бочка, привет! Привет, тебе нужны какие-то ресурсы? У меня тут много чего найдется. Вообще, я не за этим. Хотел предложить себе улучшить твою комнатку. Все-таки ты тут проводишь достаточно много времени. А у тебя тут одни голые каменные стены. Непорядок. О, правда? Я очень рад. А то даже как-то грустно видеть уютный домик в поселце и медного. Ну, вот и отлично. Как бы ты хотел, чтобы выглядел твой домик? Ну, знаю. Я в этом далеко не специалист. Так что полностью доверяюсь тебе. Просто хочу, чтобы тут было уютненько и тепло. Хорошо. Так, сундуки мы сместим назад. Поставим перегородочку. Тут поставим доски. Биба, а ну за работу. Боба, не прохлаждайся. Иди помогай своему брату. О, как же быстро они работают. С ним гораздо удобнее. Так, ну вроде все выложил. Надо будет потом, наверное, часть ресурсов принести бочке. Ой, рычажок напугал. Что такое? А вот пришел тебе дверь обновлять. В каком смысле? Да, полка попросил меня сделать много разных дверей. Вот я и сделал. Он сказал, чтобы я твои вот эти заменил на такие. Медные. О, очень прикольные. Мне нравится. Только вот вся медь на полу у меня уже давно окислилась. Так что, думаю, полке это не очень понравится. Он нашел в своих книжках способ, чтобы медь не зеленела. Оказывается, ее просто надо было соединить с воском. И он даже уже сделал партию медных блоков, покрытых воском. И все, благодаря бжику, он добряк, хоть и только жужжит. О, а это хорошо. Мне даже как-то некомфортно смотреть на эту скисшую медь. Сразу разные мысли в голову лезут. А, и еще. Книжка также хочет переделать вот этот коридор. Поэтому сказал, чтобы ты выбрал, из каких блоков он будет. Ммм, они почти одинаковые, но давай из этих. Хорошо. Тогда твою мастерскую тоже сделаем из них. Отлично. Они мне нравятся. Если понадобится помощь, вы говорите. Как скажешь. Схожу-ка я к полке. Может, ему какая-то помощь нужна? Полка, я вижу, работа везде идет полным ходом. Может, нужна какая-то помощь? Хмм, у нас снова закачивается дерево. Может, сходишь вместе с бензопилой, а? Что, уже? Компостница же недавно ходил вместе с ним. Они принесли очень много дерева. Ну, ты сам посуди. Дерево пошло на опоры для нового домика компостницы. Много досок ушло на обшивку стен бочки. Еще сейчас ушла на улипжика и комнату пилы. Больше количества бревен пойдет на украшение и конвейера. А я собираюсь еще опоры для потолка сделать. Опоры? А это зачем? Когда у рычажка перекратило механизм, в некоторых местах немного посыпалось. Согласен, невелика беда. Но я вот стал переживать, что если все осыпется на нас в один момент. Да, как в первой пещере, помнишь? Свечка? И давно ты тут? Да нет, только подошел. У вас уже был случай, когда посыпался потолок? Да, однажды такое случилось. Тогда мы со свечкой, компостницей и нашими друзьями убегали из пещеры, где меня создали. Ее полностью засыпало. Ну, тем более, раз вы уже знаете, что такое обвал, то тем более понимаете важность опор. Ну да. Ладно. Я тогда схожу наверх вместе с пилой. А еще, вот тебе медь. Займешь у себя в комнате пол? Да, займусь этим прямо сейчас. А потом пойдем за деревом. Ура, наконец-то у меня снова будет красивый рыжий пол. Прямо как я. Так, окисленную медь я, пожалуй, отнесу тоже полке. Может он и с ней что-нибудь придумает. Пила, ты тут? Сейчас опять пойдем за деревом. Представляешь, все, что вы добывали с компостницы, уже закончилось. Вот это да. Как же быстро используются все ресурсы. Ну, я рад, что для меня есть работа. Ага. Полка, держи. Я все равно не знаю, что с этим делать. А ты можешь что-то придумать. Отлично. Это мне пригодится. Ну, пошли за деревом. Добудем сразу прям максимум. Пила. А тебе ведь уже сделали свою комнату, да? Ага. Полка и его маленькие помощники. И как тебе? Нравится ли результат? Мне очень нравится. Она совсем небольшая, но очень уютная. А еще она рядом с рычажком и компостницей. Так что мы всегда можем о чем-то поговорить. Это хорошо. Надеюсь, Бжик там тоже доволен своим уголком. Интересно, куда разместили его комнату? Ух, интересно, а сколько дней мы уже этим занимаемся? Мне кажется, уже прошла целая неделя. Все так усердно работают. Я думаю, получится круто. Эй, голембит запила. Я думаю, можно возвращаться. Мы с тобой целый день рубили дерево. Думаю, этого хватит на всю жизнь вперед. На самом деле, эта пещера куда больше. Мы даже половину всей территории не застроили. Но тем лучше. Места хватит на многие поколения големов. Вау! Вы что, уже закончили? Это выглядит просто фантастически. Ага. Теперь у каждого есть свой уголок. И выглядит все очень красиво. И при этом, практически настоящий рай. И прям теперь это похоже на райский уголок. Когда заходишь сюда, даже кажется, что попадаешь в другой мир. Ну вот и подошла к концу долгожданная серия. И в конце видео я хотел бы поделиться вашими работами, которые вы скидываете мне в телеграм-канал. Мне очень приятно видеть каждый раз новые творения от подписчиков. Поэтому, если хотите поделиться, заходите к нам в телеграм-канал. Там еще конкурс на мерч проходит. Можете в нем принять участие. Ну и пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этими видосами, чтобы мы с командой как можно быстрее выпустили следующую часть. Всем пока.